Приветствую вас, давайте подумаем, для чего вообще нужна косметика, почему она так важна, да, вообще людям, людям, вот, не только, значит, скажем, для женщин, но и вообще. Косметика нужна для того, чтобы выделиться, чтобы привлечь внимание, я полагаю, и надеюсь, что вы не будете этого отрицать, что косметика нужна именно для этого, для того, чтобы привлечь внимание, чтобы выделиться, чтобы, ну, как-то вот, заявить о себе. Например, ваш сын, ваш сын делает именно это. То есть он, по сути, использует косметику, ну, как я думаю, для того, чтобы привлечь свое внимание, привлечь внимание к себе. Вот. А почему, да, потому что ему это важно. То есть ему важно привлечь к себе внимание. Это значит, это значит, что в жизни внимания ему не хватает, скорее всего. Опять же, я здесь не уверен, может быть, ситуация обстоит по-другому, но, как правило, значит, дети всеми силами стараются привлечь внимание. Ну, в частности, вот, своих, например, родителей пытаются привлечь внимание. И, соответственно, 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 здесь нужно проанализировать. Проанализировать. Насколько ваш ребенок это самое внимание для себя получает. То есть насколько он удовлетворен в контексте внимания. А вот это то, что вам в первую очередь нужно для себя зафиксировать. Ребенок недополучает внимание. Второе, что может быть, то есть почему он может использовать косметику и куклы, соответственно, это социально одобряемое поведение. То есть вот у него, например, в садике подобные вещи, да, то есть подобные какие-то художественные занятия, да, на видениях красоты, уход за собой, может быть за девочками, за девочками, да, вот. Ну, как-то одобряем. То есть тут, конечно, нужно изучать смотреть, потому что причин где-то может быть много, но вот основное, что я хотел сказать вам, да, это вот именно то, что ребенку очень может быть не хватает внимания. Очень может быть. То есть это вот прям, как бы, косметика это прям про это, вот, про нехватку внимания, вот. Хотя, конечно, вы можете с этим не соглашаться, хотя, конечно, вы можете говорить о том, что вы ему внимание даете полностью, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть спорить здесь с вами, ну, я, наверное, не буду, потому что не имеет смысла, да, то есть либо вы соглашаетесь с этим, либо нет. То есть тут, в принципе, вариантов как бы немного для вас, по крайней, по крайней мере там. Вот, соответственно, очень важно зафиксировать, как человек, маленький человек взаимодействует с, например, папой своим, да, если у него есть отец, как он взаимодействует с отцом. Потому что подобное поведение может быть причиной недостатка взаимодействия с отцом ребёнка, ну, вообще с мужской фигурой в его жизни. Вот, что тоже нуждается в корректировке, потому что сам ребёнок, ну, сделать этого не сможет, да, то есть там, подкорректировать себя он не сможет. К сожалению, да, потому что, ну, если в его жизни много женщин, да, много девочек, например, как в садике много женщин, вот, то он, соответственно, старается быть похожим именно на женщин, вести себя как женщин, ну, чтобы, соответственно, заслужить их одобрением, вот. Вряд ли здесь за это можно его винить, потому что ребёнок простой в этом плане, он может не понимать, что он делает то, что для него, для него может быть не свойственно ему, вот. То есть, в принципе, он может этим заниматься, ничего плохого нет, в том, что он интересуется куклами, так и так далее. Ну, вот, но это скорее должно происходить из желания, то есть ему должно быть интересно это делать. Вот, если ему интересно просто это делать, да, да, то мне думается, что страшного в этом абсолютно нет ничего. Вот, и, соответственно, если он это делает по каким-то своим причинам, да, например, вот, по причинам, допустим, с таким, что хочет, например, там, ну, допустим, привлечь внимание, да, или что-то вот такого типа. Вот, если это так, то это, конечно, личная вещь, ну, неправильно, это деструктивно для него, в любом случае. Вот, и, соответственно, в этом случае уже, ну, можно и нужно что-то делать, в этом случае можно и нужно уже и детскому психологу его пока показать. Ну, как бы, как правило, работать, ну, работать над традиционным, вот, в основном. То есть, что-то в вашем поведении, да, именно в вашем поведении его, вот, на эту мысль навело, да, что, ну, грубо говоря, что, мощно и нужно вот так себя вести, что он благодаря этому, да, что-то для себя получит. Вот. Вот. То есть, это, конечно, вот, такой аспект, такая деталь, вот, которая, ну, на мой взгляд, нуждается в очень активной корректировке. Вот. Вот. Ну, повторюсь, именно если это следствие проблем, то есть, если это именно вот результат каких-то негативных проявлений со стороны, ну, ребенка. Да? Вот. Вот так. На этом, я думаю, я думаю, в принципе, можно закончить мой ответ. Вот. Надеюсь, что это было для вас полезно. Надеюсь, что вы получили списку для размышлений, вот, для себя. Если у вас остались вопросы ко мне, вы можете задать их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете вы лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Лучше! Удачи!